Идущие на Ничего приветствуют тебя. Привет, друзья, дамы и господа. Согласитесь, что сегодня лучше было не просыпаться, лежать в кроватке и не смотреть. Не делай ошибку, не включай телефон, не смотри графики. Лучше бы удавили грудничком, еще младенцем. Ладно, друзья, давайте смотреть, что за бред. Что за бред, неужели головы и плечи начали свою отработку? Так и есть. Реально, бред. Нужно признать себе, что сейчас тяжело прогнозировать рынок, потому что, ну, уже который день, до который месяца, я бы даже сказал, нас возят в отрицательном фандинге, да, вот, видим, кровавые просто. Ну, то есть, шарты платят лангам. И, ну, исторически просто смотрим, что всегда, всегда, ну, были свинги у нас. Да, то есть, на хаях у нас лангустический фандинг, на лаях, то есть, на лаях шартилоидный, на хаях лангустический. Ну, и что мы видим, да, то есть, везде фандос. Только сейчас его сделаем. На хаях красный, от лаёв мы отталкиваемся. То есть, вообще, исторически. Ну, тут вот, пацанчики только вот шартили, тут алый. А так, в целом, то есть. Вышли вверх, фандос положительный, соскамели, отрицательный. Вверх положительный, 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 положительный. Здесь откупаются, соскамели, алый, ну, и снова нас выталкивают вверх. И так, ну, исторически водилось. Так заведено. Из поколения в поколение. Фандинг передавали. И что-то у нас, он, ну, вот эти вот полки заметно стали дольше с фандосом играться. Вот, то есть, тут вот, ну, долго достаточно сколько? 61 день. Ну, тут поменьше, да, то есть, фандинг был местами отрицательный. Кстати, очень странно, что на хаях не такой прям уж и... А, нет, хаиды у нас вот здесь были. Ну, то есть, тут у нас тоже возили долго сколько? 22 дня, да не так уж и долго. И тут нас возят сколько уже? 50 дней. Да, конечно, можно, в принципе, там, сравнивать какие-то фракции. Ну, блин, почему это реально мне непонятно? Потому что, ну, вчера, например, вот на этом выходе вверх, ратио реально убавилось до 62, по-моему, процентов. 62, вот. Это вообще, как бы, ну, у нас давно такого не было. То есть, реально зашортили эту бибу. Плюс, я вчера был, смотрел, ну, скажем, есть чатик шортовый. Там, ну, реально все прям как один зашортили прям, ну, на фома зеленую бибу. Вот эта вот зеленая биба была. Ее просто, ну, люто вшортили. И исторически просто, исторически мы таких людей искамим. Но снова просто, ну, сделали то, что сделали. Эти люди сейчас едят красную рыбу, а я даже не знаю, на что доширак купить. Вот, плюс, плюс. Тут у нас лой был. А где у нас лой был? Вот, вот это вот. 39,558, его перебили. Ну, хотя вот тут тоже можно посмотреть то, что перебивали. Сейчас покажу. Вот, то есть тут лой. Вот это вот перебили, да? А вот это вот нет. И, ну, как бы тут тоже самое лой перебили. Ну, блин, я просто сейчас не хочу. Сейчас вообще не хочу ничего прогнозировать. Просто хочется отойти от рынка свежей головой. Потом прийти в рынок. И немножко охуевать дальше. Ладно, если серьезно. Если серьезно. Давно у меня крались опасения. Еще вот здесь, когда у меня друзья, нормисы, начали спрашивать, как купить криптовалюту. Это очень плохой знак, когда розница подъезжает. Ну, самая моя главная ошибка, конечно, это вот здесь. Вот это институционалы, которых я неправильно прочитал. Сейчас из-за этого сижу в просадке. В принципе, тут базар 0. Как бы это, кстати, самая крупная моя ошибка. После 19 мая. 19 мая я на фьючах откупил все. Здесь, слава богу, в основном все на споте было. Но все равно неприятно. То есть, скамец прям, ну, лютейший. Ладно, давайте пока что думать. Я не знаю, наверное, но... Тут думать уже поздно. Тут надо искать просто новую работу. Вот. А так вот, конечно, вот это вот мне не очень нравится. То, что снова рачо там 78-90%. Ну, 78-80%. Но это вероятность продолжения скама 90%. То есть, я не думаю, что мы здесь остановимся как-то. Тем более, такого угла наклона, угол атаки, штопор очень сильный. Тяжело мне что-то сказать по этому поводу. Ну, видим, да, ошибка налицо. При этом, альты, как всегда, на первом падении, на первом каскаде смотрятся хорошо. То есть, если биток упал на 5%, многие альты, ну, то есть, по 3-4%. Ну, это как бы всегда так. То есть, альты выглядят очень хорошо-хорошо. А потом биткоин скамится еще сильнее и полная жопа на альтах. Там минус 15%. Поэтому это пока что, я думаю, дело времени. Ну, вот реально тяжело, когда все индикаторы, которые исторически работали, идут против тебя. То есть, тут надо какую-то новую стратегию разрабатывать. Массовое поражение. Ну, выглядит реально бредово. Прям даже ни одного свинга. Так, ладно. Что будем смотреть? Да давайте альты посмотрим, которые вы там послали. Ну, вот это. Кстати, вот то же самое коин, хотелось бы сказать. Вот коин база, например. А, нет, уже скамится, да? Нормально. Потому что сейчас она держалась хорошо достаточно. Вот, а тут началась скамиться на премаркете. Ладно, тогда позитива не будет, потому что в прошлый раз, когда коин удержала уровни, мы на 29,800, по-моему, вот здесь вот пробивали. Где, 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 наверное, вот здесь вот где-то. Июнь, июль. Да. Мы здесь вот удержали уровень. Как бы коин оттолкнулся, и крипта поехала вверх, и коин база поехала вверх. И сейчас мы видим, что продолжается эта хрень. И, причем, ну, Джоан Трапьютикс, короче, очень много с фондового рынка. Все скамится. Мой Екс, Сбер, Сэкспи. Сэкспи. Да тоже, наверное, смысла нету смотреть. Ждать. Либо, когда толкнется, либо... Ну, либо, где там Вася ждал? 3000. Ладно, 3000 ждем. Тесла, как у нас там выглядит? Фракталу нет. Хотя пока да. Nvidia. Adobe. Ну, радует, что хотя бы небольшие шарты у меня по РТС. Это московская биржа. Хотя у меня там тейк должен был сработать здесь. И еще какой-то тейк у меня ниже стоял. Ну, московскую биржу можно ждать ниже... Там, ну, сотку, короче. Я думаю, что тестить надо. Сберыч. Держу шорт. Ну, последняя закрытая шорта 200. Там уже думать надо. Остального смысла, наверное, нету смотреть. Давайте посмотрим. Комментарии. Я бы на вашем месте, друзья, на хейт уже переходил. Так, спасибо огромное за обзор и за ответ. Спасибо за твой обзор. Посмотри, пожалуйста, Коти. Коти, Коти. О, ты ценитель. Не знаю такое. Коти. USD. Ну, обычно вот этот вот скам свеча на поиск ликвидности на многих активах ее проигнорировал. Думаю, не стоит здесь ее игнорировать. Поэтому, наверное, вот так что-то, наверное, визуально добавить нечего. Ну, то есть, вот похоже даже. То есть, вот, вот, да. Скамимся, потом запил, разгон, вверх. Всем профита. Чувак, не сыпь соль на ран. Обзор SLP, пожалуйста. Вот сейчас самое время обозревать SLP. SLP. Что за скамилось на 95%? Можно что-то взять. Да. Просто скамится со всем рынком. Круто. Недалеко до делистинга. Уже 96%. Неплохо. Я взял по... Сколько там? По 0.2, что ли? Или по 0.18. Не помню, короче, вот, где на 94%. Вот где-то здесь я взял. Ну, просто ради прикола. Потому что актив, который скамится на 94%, у него два пути. Это делистинг, либо, ну, как бы, шортсквиз. Спасибо. Обзорчик по Cake One посмотрим. Ну, давай. Cake. Боль моя. Cake. Ну, очевидно, если пробивает днище, едет на запил на полку ниже. Вот тут у нас есть что подержать. Поэтому есть вариант... Даже я бы хотя бы вот так вот нарисовал без... Без пока что, без этого выхода. Ну, потому что здесь полка, да, к которой мы очень много раз подходили. От нее оттолкнулись. Потом пришли. Подолбались. Опять пришли. Очень долго такое движение. И чаще проламываем. Идем к следующему этажу. Ну, к сожалению, как бы я не хотел Cake, да, видеть выше. Но в последний раз вот была надежда какая-то вот на вот этот вот выход. Потому что, ну, двойное дно, да, V-образно. И выходим вверх. Сейчас пока что нам даже этим не пахнет. Тем более на фоне всего рынка. На фоне фонды. One. Давай глянем. One. One USD. Дэм. Да никак. Получим перелой. В лучшем случае что-то вот такое вот. Не сделал перехая. Значит, вот это вот FIBA. Вот я говорил, что хотел Big Short сделать. Если, ну, так скажем, One перебьет АТХ и пойдет куда-то выше. Но он этого вообще не сделал. Поэтому, наверное, это уже не актуально. Ну, вот, видим этажи. То есть, первая, так скажем, полка, вторая полка. Сложно что-то сказать. Автор, напиши мне. Мы с тобой занимаемся одним и тем же. Есть интересное предложение. Да, кто захочет, сам напишет. Суши, EPS, Dodo. Наш любимый. Да. Это точно. Суши. Еще одна моя боль. Еще одна моя боль. Да то же самое, как бы. Хотя. Ну, если, опять же, вот здесь вот мы находимся около слабой зоны. Если здесь не отталкиваемся, есть вероятность поехать, как бы, ниже. С одной стороны. С другой стороны. Ну, опять же, вот за этим уровнем надо наблюдать. То есть, если будет рисовать что-то такое, такое, потом вот такое, то это, ну, как бы, вот. Хотя, вот, ну, суши, как бы, выглядит достаточно, ну, не совсем уж так плохо. Я думал, намного хуже. Па-па-па-па-пам. Сама-ля-лейкум. EPS. EPS вообще просто... Разочарование года. Сегодня мы разочаруемся. Давайте все разочарования года смотреть. EPS, не EPS. Тут только держать. Перелой за перелой. Ну, у EPS там, по-моему, что там. По фундаменту, насколько знаю, у них, по-моему, в начале весны заканчивается, так скажем, датирование CR-вишников. То есть, это же форк на базе CR-в, и у них заканчивается весной датирование. То есть, оплата, там, по-моему, цены. Короче, каждый раз с EPS кто-то лочит, по-моему, на CR-в, и ему в CR-в приходит за удержание EPS. И эта штука заканчивается весной. И вот, наверное, только до весны, если ждать. Так. Так, EPS посмотрели. Додо. Додо тоже печаль-беда. Додо печаль-беда. Пробил все уровни. Ну, как бы, следующий. Следующий, наверное, вот в этом районе. Боль. Потому что тоже у меня, как бы, есть она. Но отрицать, как бы, очевидного тоже не надо. С-со-малейком, глянь, супер. Супер вообще был хорошим активом все время. Не знаю, что это, это, по-моему, не дефи даже. Вот. Ну, он скамился, то есть, рост даже, когда все скамилось. Ну, в принципе, то же самое. То есть, смотря, смотри, вот, ну, как бы, тут слабая зона. Придем, позапиливаемся. Есть шанс, что оттолкнемся. Потому что супер, как бы, мало когда. Ну, по крайней мере, меня подводил. Я вот как начинал там лонговать его, так и нормально шел. Но по отработке в последнее время альты приходят, делают вот этот вот перелой. Даже дополнительно забирают, да. И только потом выходит вверх. Ну, это однозначно сейчас выглядит очень удручающе. Да весь рынок сейчас, как бы, удручающий выглядит достаточно. Вот, зашибись. Да уж, полный зашибись. Ладно, всем, друзья, спасибо. Наверное, что-то говорить излишне. Прогнозировать рано. То есть, входить на поезде, который уже едет, не нужно. Можно башку разбить. Вот. В принципе, я бы взял паузу от трейдингов, хренейдингов. Вот, и просто бы наблюдал. Со стороны. Насчет депозита. Скорее всего, скорее всего, ну, у меня так как был изначально план, то, что я держу вместе с ассет-менеджерами, вот этими додиками. Да, но так как оказалось, что вот эти вот ассет-менеджерсы, это бита, это фондовый, это, господи, биткоин и ETF. Ну, логично предположить, что надо разгружаться. Но разгружаться там не полностью выходить, там, например, по 10%. Например, сейчас я буду какие-то активы просто набирать в тезер, пускай и на минусе. Ну, потому что у меня за тот год был очень приличный прибыль. И не хотелось бы соскамить прям все в ноль. Поэтому, наверное, на 5-10% с рынка каких-то, из каких-то активов, прям, ну, реально бесперспективных, которые не дают, как бы, свингов, возможно, я откэшу, да. Ну, опять же, нельзя, как бы, это на горячую голову все делать. Я это все буду там ждать, вот, когда спадет фома, когда спадет, я не знаю, как это, тильт или как это называют. Вот, поэтому на горячую голову ничего не надо делать. Вот, на этом, наверное, все. До новых встреч. Да чушь там. Помянем!